Нобелевская премия 2024 по физиологии или медицине была присуждена Виктору Амбросу и Гэри Рокуну за их пионерскую работу по микро-РНК, классу белых РНК молекул, которые значительно влияют на регуляцию генов. Это порывное открытие кардинально изменило наше понимание механизма регуляции генов на мукулярном уровне и имеет глубокие последствия для различных областей биологии и медицины. Исследовательский путь Амброса и Гэри Рокуна начался в конце 80-х, когда они были постдокторантами в лаборатории Нобелевского лауреата Роберта Хорвица в Массачусетском технологическом институте. Они изучали механизмы контроля за генами у круглого червя Элэджен, созреточив внимание на том, какие гены регулируют ременные рамки развивающихся процессов этого простого организма. Их открытие первоначально встретило скепсис, поскольку оно представило новый механизм регуляции, который не предвиделся в генетической новке того времени. Их работа показала, что микро-РНК могут регулировать генную экспрессию, связываясь с комплементарными последовательностями на мессенджерных РНК, эффективно превращая производство белков этими микро-РНК. Этот механизм впервые был найден на генах ЛИН-4 и ЛИН-14 в Элэджен, где ЛИН-4 демонстрировал ингибирование производства белка ЛИН-14, тем самым контролируя временные рамки развития червя. Подследствия их открытия огромны, так как с тех пор было идентифицировано более тысячи микро-РНК у человека, каждый из которых потенциально регулирует различные аспекты клеточной функции. Это понимание стимулировало дальнейшие исследования роли микро-РНК в различных заболеваниях, включая рак, сердечные заболевания и вирусные инфекции, продолжающимися разработками терапевтических приложений, направленных на эти пути. Это признание Нобелевским комитетом подчеркивает значение фундаментальных научных исследований и их способность предоставлять прорицательные взгляды на сложные биологические системы, прокладывать путь к национным методам лечения и терапии, которые могут трансформировать медицинскую практику и уход за пациентами. Спасибо за лайки и распространение видео.